Приветствую вас, мои драгоценные, на нарративном раскладе. Сегодня с вами будем смотреть тему «Он хочет тебе признаться». Загаданный человек решил вызвать вас на некий разговор. Может быть, снять какую-то тяжесть с души или что-то прояснить. В общем, как обычно, да, будем в потоке и посмотрим все, что нам захочет показать вселенная, коллективная, бессознательная, высший разум. Огромное спасибо, друзья, вам за поддержку, энергообмена, за ваши донаты. И небольшое объявление. Индивидуальные консультации, их стоимость не менялась с февраля, то есть вот уже 9 месяцев. И 2 октября, прям солнечное затмение, я решила немножко стоимость индивидуальной консультации округлить. Не очень значительно, но тем не менее. Если вы давно хотели попробовать, что такое индивидуальная консультация, сделать свой расклад по своей теме, со своими вопросами, то до 2 октября. Ну, а так, в принципе, если у вас есть такое желание, мои двери открыты, пишите ВКонтакте, по почте и обсудим детали. Итак, ну что же. Он хочет тебе признаться. Давайте посмотрим, кто сегодня на раскладе. Это вы. Это то, что на момент расклада между вами, то, что характеризует более всего ваш контакт сейчас. И это загаданный человек. Ну, а теперь некая история. Да, все, что сегодня загаданный человек решил вам сообщить с помощью карт Таро. Все, что вам важно увидеть, услышать, осознать, как-то на эту тему отрефлексировать. Напоминаю, что это нарратив общий. Берите только свою информацию. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Вы загаданный человек. И то, что между вами сейчас происходит. Вы сейчас как будто бы больше сосредоточены на неком погружении в себя, изучении, какой-то темы какой-то важной. Да, как будто бы вот переходите на новое восприятие этого мира. Это может быть связано с эзотерикой, с каким-то духовным прозрением, да, с осознанием и так далее. Это может быть в буквальном смысле изучение, постижение какой-то новой научной сферы. Да, в общем, что-то интересное, во что вы ушли с головой. Вообще, конечно, у нас пятерочка и эрофант. Это такая история, когда вы являетесь для кого-то наставником и к вам действительно обращаются за советом. Иногда у вас даже есть такое ощущение, что вы хотите от этой опции, функции уйти, да. Может быть, это даже иногда утомляет, да. Потому что если это не ваша профессия, то это выглядит как попытка людей подпитаться, в общем-то, вашими знаниями, значит, вашей энергией. Но как будто бы это не всегда входит в ваши планы. То есть это такое знание, которое, может быть, даже в какой-то момент вас отягощает и уже вот как некое бремя в вами ощущается. Но вообще, да, здесь на самом деле могут быть какие-то учителя, хорошие специалисты в своей отрасли, люди, к которым идут буквально вот за советом, за какими-то рекомендациями, инструкциями, разъяснениями. Загаданный человек по двойке жезлов сейчас после долгого какого-то сомнения, колебания, сделал выбор, наконец-то, да, по этой двойке жезлов. Это человек, который принял для себя решение, что я такой человек, я буду жить так. Что-то очень долгое время действительно его выбивало из колеи, да, как будто бы не давало ему возможности жить спокойно. Может быть, жить так, как он привык. Может быть, со стороны было очень много каких-то попыток действительно таранить его границы, навязывать ему свое видение. И он, в общем-то, в какой-то момент внутренне уже как-то взбрыкнул и сказал, да, в конце концов, это моя жизнь, мои правила, я буду жить так, как я хочу. Принятое решение. Четверка мечей между вами говорит о том, что сейчас между вами затишье, ничего не происходит, мало общения, какая-то тишина, но вот эта бабочка замечательная говорит о том, что сейчас как будто бы выкукливается, оформляется и проходит метаморфозу какое-то очень важное чувство между вами. Это не конец, это развилка, да, посмотрите, значит, была какая-то подвисшая тут неопределенная ситуация, но было принято какое-то решение, и вот сейчас, как новый такой вздох, пробуждение, в этой тишине родится что-то очень важное. Вот теперь давайте смотреть, вот в этой тишине как раз, что там происходит, в чем он хочет признаться. Но он хочет признаться, что он действительно долгое время практически сторонился вас, игнорировал, избегал, он не знал, как с вами коммуницировать, потому что абсолютно точно какие-то старые способы потеряли всякую актуальность. Вот тот формат общения, который между вами был, он говорит, но он уже сам понял, что не работает. Поэтому он, опять смотрите, да, здесь вот эти вот джезлы, он как будто бы вот это внутреннее свое чувство сохраняет, но при этом он совершенно не понимает, как с вами теперь взаимодействовать. Не получается по-старому, поэтому он избрал такую вот позицию отгородиться, да, от вас в том числе. То есть что-то там в его жизни происходит, а что вы не в курсе. И он считает, что вот самое сейчас оптимальное решение, это, в общем-то, держать вас в неведении, да, выстроить какую-то границу между вами. Вот это молчание между вами, невозможность общения, не просто так. Мы здесь уходим от каких-то самых простых конструкций в виде того, что кто-то плохой, кто-то хороший, кто-то любит, кто-то не любит. Нет, это ситуация отсутствия резонанса. Какое-то время этот резонанс между вами был, вы нашли точки соприкосновения. А сейчас, ввиду того, что каждый пошел по какому-то своему избранному пути, может быть, внутреннему, вот сейчас есть такое ощущение, что каждый свой этот внутренний огонь должен сохранять, и он в том числе говорит, «Я от тебя закрываюсь, потому что я не знаю, как с тобой коммуницировать. Мне сложно». В чем еще он хочет признаться сейчас тебе? Ну, на самом деле, он говорит, «Любовь моя никуда не ушла. Да, я чувствую эту силу, которая во мне есть, я чувствую интерес в твою сторону, но есть такое ощущение, что так поменялись статусы наши с тобой в этой жизни, так как-то вот эти диспозиции сменились, что я, конечно, себя чувствую этим королем, наполненным эмоциями, но мои попытки как-то проманипулировать твоими чувствами, они не увенчиваются успехом. То есть, как будто бы немножечко эта корона с меня подслетела. Может быть, долгое время это был такой мужчина, который вступал в взаимодействие с женщинами, с которыми он 100% был уверен, что все будет проходить по его правилам. Женщины обычно соглашались, с удовольствием играли в ту игру, которую он предлагал, а вот тут в вашем случае, видимо, нашла коса на камень. Он, конечно, чувствует, что в нем разрастается какое-то чувство, как-то на себя, может быть, человек иначе взглянул, но мнимое вот это вот совершенство из его самоощущения абсолютно точно ушло. Больно ему. Да, вы как-то, видимо, по самолюбию, что ли, по его проехались, сознательно или бессознательно, случайно так произошло, да, но как-то, в общем-то, его самооценку это пошатнуло, при том, что чувство любой заинтересованности в вашу сторону сохраняется. В чем еще он хочет вам признаться сейчас? Да, очень много страхов. Ему, вообще-то, живется не очень комфортно. Вот, посмотрите, эта бабочка, она, конечно, у нас здесь везде присутствует, но в своих представлениях эта бабочка у него постоянно, вот, как будто на краю гибели какой-то находится. Над ним висит какой-то домоклов меч. Он говорит, мне сейчас очень тяжело. Я занимаюсь тем, что я разруливаю какие-то проблемы в своей жизни. Эти проблемы у меня не то, чтобы не рассасываются, они как снежный ком нарастают. То есть, одну проблему я решаю, появляется вторая. Может быть, это некая такая привычка жить вот из позиции выискивания каких-то проблем и трудностей. Ну, знаете, вот такой вот сизифов труд. Вот он чувствует, что я сизиф, и если у меня нет этого камня, я вообще не понимаю, в чем смысл моего существования. И человек придумывает себе бесконечную необходимость решать какие-то сложные задачи. Он говорит, мне тяжело, да, у меня сейчас вот эта ночь, тьма непроглядная, куда идти, я не знаю, но вот эту тревогу и страх я испытываю. Что лично вам-то он хочет рассказать, в чем признаться про вас, может быть, про ваши чувства, про ваши отношения? Да. Конечно, страсть. Конечно, влечение. Влечение, которое человек, может быть, даже как-то и останавливает, да, потому что король жезлов, этот человек активный. И вот посмотрите, если этот человек со всей своей страстью, влечением сексуальным в вашу сторону не проявляется, это говорит о том, что он принял для себя такое решение купировать это желание, да, не давать ему развиваться. Потому что у деятельного короля жезлов, как правило, вот расстояние между этим намерением и действием, оно там, собственно, микроскопическое, незаметное. То есть практически, как только человек вознамерился, он начинает это реализовывать. И если он эту страсть подавляет, не проявляет, скрывает, это значит, что он принял такое решение. Ну, как это называется, волевое некое решение, да, я буду сдерживать свое это влечение в твою сторону. Можно поинтересоваться, а почему он сдерживает это влечение? Пусть он нам признается. Решение такое принял, да, это исключительно рацио, это некое соображение сиюминутных выгод сейчас. Он понимает, что если он сейчас будет в вашу сторону проявляться активно, он либо еще больше сдаст свои позиции, да, тут смотрите, так уже его статус пошатнулся в его собственном иллюзорном мире. Мы не говорим о том, что это так и есть, или это так выглядит со стороны, или это так воспринимаете вы. Вы, может быть, на него смотрите, даже, может быть, с какой-то, не знаю, заботой, всепринятие, жалость, почему-то слово у меня, извините, из потока идет, но это для кого-то, да, может быть, даже вы в чем-то его жалеете, даже, ну, хотите как-то, не знаю, материнское какое-то внимание проявить, обогреть, дать человеку поддержку. Он себе придумал, что если он будет проявлять свои чувства, это будет признаком слабости, да, и вот он держит эту маску, это лицо. В чем еще он хочет признаться тебе прямо сейчас? Слушайте, ну, он, я не знаю, себя ломает внутренне, да, потому что стремление в вашу сторону очень сильное. Здесь еще очень много указаний у нас на огненную стихию, да, это может быть у нас представитель как раз этого астрологического спектра, да, для кто узнает своих овнов, стрельцов, львов. Август месяц, может быть, какое-то важное значение в ваших отношениях здесь имел, да, восьмерка, опять же, которая здесь выделена особо. В общем, смотрите, в чем он вам хочет признаться? В том, чтобы вы, видя, как он морозится, не проявляется, игнорирует вас, вытесняет всячески, все эти мощные эмоции в вашу сторону продолжает испытывать. Ну, если хотите, да, может быть, кто-то для своего самоуспокоения хотел сейчас услышать, что его любовь никуда не делась. Она также проживается, чувствуется, отзеркаливает в каком-то смысле ваши эмоции в его сторону. Мне стало любопытно. Хорошо. Ну, согласитесь, достаточно детская позиция, да? Мама, смотри, я ем клюкву и не морщусь. Да, это какая-то попытка выдать за действительность не то, что есть на самом деле. Ну, давайте тогда смотреть, а есть ли смысл вообще, ну, как-то питать иллюзии по поводу этого человека, будет ли какое-то проявление в обозримом будущем с его стороны действия. Паш Мечей, да, это человек, который учится совладать со своими эмоциями. Вообще, у парня ломка в любых смыслах, да, расклад общий. У кого-то это буквально, может быть, даже какая-то интоксикация, да, это человек, который, ну, как будто бы во власти демонов, если это так можно назвать. Это человек, который пытается выстраивать свою жизнь, да, вот смотрите, долго человек колебался. При этом он постоянно натыкается на какие-то свои внутренние возражения, да, это вечный внутренний конфликт. И если мы спрашиваем про его намерение, то ответ будет таковым. Вот пока человек не разберется и не устаканит свой этот внутренний мир, да, не наведет там какой-то порядок, комфорт, гармонию, вы от него каких-то проявлений адекватных, эквивалентных вашим чувствам, скорее всего, не дождетесь. По крайней мере, в ближайшее время это подмастерие, да, это ученик, это человек, который вдруг что-то про себя понял и теперь как будто выучится жить заново. Поэтому ответ сегодня будет таким. Ну, я не знаю, может быть, для кого-то как раз это многое объясняет и молчание, и бездействие, но в любом случае поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о сегодняшнем нарративе с большим удовольствием знакомлюсь с обратной связью. Спасибо, друзья, огромное вам, что вы были со мной эти несколько минут. Напоминаю, да, что до 2 октября стоимость индивидуальной консультации не меняется, ну, а уж после 2 октября прям в солнечное затмение она красиво округлится. Этот донат в любом случае пойдет на пользу нашему с вами замечательному пространству. Друзья, я очень рада, что вы нашли время и были эти несколько минут вместе со мной. Я вас очень люблю и обнимаю. Ценю вашу поддержку в виде донатов, лайков, комментариев, оформления, подписки. Берегите, пожалуйста, себя и своих близких сегодня и всегда и непременно приходите на новый нарративный расклад. Субтитры создавал DimaTorzok